Осень уже полностью вступила в свои права. Погода с каждым днём будет ухудшаться. В связи с этим строительные работы, которые сейчас продолжаются сразу на нескольких социальных объектах, должны быть ускорены. Такую задачу поставил перед подрядчиками глава района, который в ходе очередной строительной планёрки высказал ряд замечаний по срокам и качеству выполняемых работ. На территории района строится несколько важных социальных объектов. И в еженедельном режиме глава района контролирует ход выполняемых работ. Свою очередную выездную строительную планёрку Роман Синеговский начал с посещения трёх детских садов, где сейчас возводятся дополнительные пристройки. Внутри что? Внутри штукатурец? А, процент штукатурец? Где-то процентов 70 уже штукатурец. Да, ещё что. Сейчас канализацию у вас люди вытаскивают. Электрика проложена по штукатуре? Да, электрокабеля проложены. В детском саду номер 17 большая часть работ уже выполнена. Но сроки подрядчиками не выдерживаются. Затягивается вопрос с крышей для пристройки. Роман Синеговский дал поручение привлечь все силы для решения данной проблемы и ускорить темп работ. Также пристройки возводятся на территории детских садов номер 1 и 41 в посёлке Совхозном. Надо плитку класть уже, надо отопление делать, параллельно шпаклевать, да, стяжки и журтосталость. В принципе. Всего в этом году в детских садах Славянского района появится 140 дополнительных мест. По завершении строительства будут открыты 7 групп, в том числе ясельные. Строительство ведётся по краевой программе в рамках нацпроекта образования. До конца года эти три объекта будут построены. Ещё один объект, который находится под пристальным вниманием главы района – спортивный зал на территории 4-го лицея. Строят его по краевой программе. Общая стоимость работ свыше 30 миллионов рублей. В новом здании будет большой зал, раздевалки, душевые. На улице построили две современные спортивные площадки. На данный момент основной объём работ по строительству зала выполнен. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Не менее масштабные работы проведены в художественной школе, размещающейся в доме купца Мазепы, который внесён в краевой реестр памятников истории и архитектуры. Благодаря поддержке губернатора Кубани здание полностью отреставрировали. В этом году по плану пристройка двух помещений под мастерские и благоустройство прилегающей территории. Всё близко, мы закончим. Через неделю. Да. Ставься здесь. Профиль. Завтра забор будет дохущать, думаю, за день, за два закончим. Забор по кругу. Весь забор. Близко. Максимум две недели. Мы обалдили погода. Всё, мы там немножко переделать. Канализацию надо. Весь отделочные работы идут. Глава района поставил задачу ускорить проведение работ и обязательно контролировать их качество. Пока погода позволяет и не начались дожди, необходимо максимально эффективно поработать, чтобы не сорвать впоследствии сроки окончания работ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует.